Чтобы подготовиться к конкурсу, она проделала огромный фронт работы и выложилась без преувеличения на все 100. Концепции своей коллекции с пяти моделей Елизавета Костылева подчеркивает идею современного костюма с элементами английской моды. Клетка джинс, сине-голубые тона, стиль Деним она выбрала не случайно. Неброская элегантность, романтичность и скромность. Кажется, ее костюм может рассказать о чем-то большем, чем просто о моде. Мы отталкивались от тенденций, то есть какие-то рюши, вот как у меня на рукавах, на юбке. Отталкивались от этого, от модных всяких показов. И воплотили это в повседневную носку. То есть, в принципе, такие костюмы можно надевать и в жизни. То есть отдельно можно и жилетку, можно и блузку куда-то надеть. То есть вот эти рюши, это очень модно. И сейчас клетка тоже популярна, джинсы к тому же, и мы это все совместили. То есть взяли такой стиль английской клетки, смешали вместе с Денимом, получилось что-то интересное. Анализировать черты разных стилей и модных течений, чтобы использовать выводы в создании новых образов. Как справились на этот раз юные модельеры с задачей. Наша коллекция была создана с помощью разных геометрических фигур. Каждая дечка символизирует определенную фигуру. И мы вдохновляемся простотой, простым кроем, простыми цветами, сочетанием цветов. Что можно создать необычные платья из обычного материала и обычных цветов. Самое простое вообще, ну то есть то, чем накрывают машинку обычную, да, вот из этого можно сделать. Что-то простое, что будет смотреться необычно и красиво. 16 групповых коллекций и 15 индивидуальных. От авторского прочтения славянских самобытных костюмов до самых ультраэкстравагантных образов. 21-й по счету открытый городской конкурс юных модельеров «Весенний каприз» объединил несколько десятков молодых дарований и смог действительно вдохновить и удивить. Причем как количеством, так и качеством. Большинство работ выполняют сами учащиеся. Это не отшитые в каком-то модельном агентстве или швейном ателье костюмы. Это работа, выполненная совместно педагогом и учеником. То, чем ученик занимается в школьные годы, определяет его будущее на многие десятилетия. В том числе выливается в такую прозаичную вещь, как благополучие его семьи, его будущих детей, его как гражданина нашей страны. Поэтому скажу так, что начиная вот сейчас, каждый из участников этого конкурса делает себя сам. Лепит своими руками свое будущее. Сегодня весенний каприз – это отдельное государство, каждый житель которого имеет право на выражение своего собственного «я» и полную свободу творчества. А еще это хороший творческий трамплин к покорению новых вершин. К примеру, таких как фестиваль «Мельница моды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова